Ганна Каренина «Без слов» хорографичным спектаклем по водле романа Льва Толстого начали 32-й международный фестиваль сучасной хорографии АФМС у Витебску. Постановка о выполнении артиста у Державного академического театра имя Вахтангова стала главной подеей вечера. На незвычайном открытии танцевального форума побывала и наш корреспондент Инна Подрецкая. Хотя 32-й международный фестиваль сучасной хорографии начали по традиции с пресс-конференции, открытие танцевального форума было незвычайным. Упершинью юного отбылось без презентации удельнику конкурсу. А замес звыклого балета – хорографичный спектакль «Без слов» Ганна Каренина в выполнении артиста у Державного академического театра имя Вахтангова. В концертном зале собралась великая колька зеледа шоу «Ини Зьюна». Прохильники сучасного мастерства с такими терпениями чекали постановку по водле романа Льва Толстого, что загадя раскупили у всей билеты на открытие международного фестивалю. Витебская публика приняла российский спектакль литовского режиссера «Вельми тепло». Одноголовная подея танцевального фестивалю – белорусский конкурс хореографии. Сирот его удельнику – проект Валентина Исакова. С Гомеля на фестиваль хореограф проезжая апошни и семь годов. Приезжая каждый год в Витебск, видишь какие-то новые веяния, видишь какие-то смешения различных техник уличного танца, видишь, кто самовыражается в технике модерна. Витебск – это особая платформа для современного, так скажем, контемпоро-эли-данса. За право отримать гран-при будут змыгаться 25 коллективу, а маль зуссих регионов республики. Их выступление оценит члены международного журы, який ей вызначить пераможца у фестивалю. А ФМС – первый форум сучасного танца на территории былого Советского Союза. У городе Надвине он проводится уже больше за 30 годов, и его узровин постоянно растет. Мое наблюдение за фестивалем длится с перерывами 23 года уже. Рост невероятный. Это практически прекрасная, но ровная долина в начале, и Эверест, который мы имеем сегодня. За эти годы, за 32 года, из такого достаточно рядового события, фестиваль постепенно стал настоящим культурным брендом нашей страны. Это очень приятно. Завершится фестиваль сучасной хореографии 23 листопада. Для его удельнику продать мастер-классы, семинары и круглые столы. А же хороу и гостей города шакают некальки премьерных спектакляв. Инна Падрецкая, Сергей Котов, Новина Витебск.